всем привет друзья рад видеть вас я думаю на заключительном уже уроке здесь мы сделаем с вами рендер и скорее всего какую-то пост обработку сделаем так но для начала я охраню это как отдельный файл то есть это будет так теперь ну и польку нам с вами не надо и отлично так то я хочу сюда сделать я хочу попива дальше как-то вращать крутить сделать какие-то ракурсы наверное лучше будет создать пустышку затем выбрать все элементы шлифтом выбрать пустышку и control п обжидки трансформ а теперь если я выберу пустышку я могу делать с ней то что угодно и у меня будут все мои элементы вместе с ней передвигаться дальше создам я наверно плейн и то что я и и в и 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 Так, посмотрим, что у нас тут. Теперь, давайте, наверное, накинем материал. Ctrl-Shift-T, если у вас включено расширение, посмотрите. Note Wrangler, если нет, поставьте галочку. Это удобная функция. Например, через Ctrl-Shift я выбираю все наши карты. Так, Roughness... Не туда назначилось. Нам надо чисто на наш боксик. Можно с Shift-ом выделить. Потом последним выделяем там, где у нас уже есть текстура. Ctrl-R, Link Material, все, и он нам назначит на все. Так, я хочу еще... У нас есть Occlusion. Так, через Mix Multiply... Поставим Mix. Наоборот, надо... Occlusion в B. В основную. Смотрим еще, что у нас можно... Вы Kenny! Оставим мультиплай. Плюс-минус где-то 0.6 оставим. Плюс-минус где-то 0.6 оставим. Дальше. Дальше, дальше. Так, теперь у нас настроим освещение. Если мы сейчас перейдем в рендер, то у нас ничего нормального не будет. Потому что нам надо будет с вами добавить... Перейдем в World. Добавить какую-то карту. Я точно так же выделяю эту ноду. Ctrl. Ctrl. T. И здесь... Посмотрим. Оставим пока эту. Вы можете любую другую скачать. Есть много сайтов. Пропишите в поиске. скачать бесплатно HDRI карты. Основной такой ходовой сайт это Polyheaven. на нем можно найти скачать. На нем можно найти скачать и сюда подгружаете. wait... DDRI мы добавили. что я хочу сделать проверим у рендера в этом разделе поставим transparent потому что нам надо будет прозрачный фон сделаем сделаем с подложкой и сделаем чисто боксики я думаю попробуем знаете что делаем сейчас посмотрим и сделаем еще так я хочу что я хочу еще Так, тоже не надо. Это попробуем. Так, тоже не надо. Вот этот, наверное, лишний будет. Это у нас второй. Это у нас второй. Сейчас я примерно настраиваю. Что-то, наверное, так будет у нас. Да. Да, думаю, да. Теперь давайте, наверное, выставим камеру. Так. Смотрите, я вызвал эту менюшку благодаря расширению машин 3Tool. Если хотите установить, то ссылка будет в описании. Скачайте. Вот эта функция, ее надо будет включить. Не MeshMachine, а MeshMachine 3Tool. Вот. ViewPy. Его надо включить. Его надо включить. Тогда, если вы нажмете PageDown кнопку, у вас выйдет такая вот менюшечка. Удобная. 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 Здесь можно переключать тоже виды. Lock, Unlock камеру. Чтобы не лезть вот сюда вот. View. Нажимать галочку, потом как-то настраивать. То есть это удобно. PageDown нажимаете. Нажимаете Lock. Сейчас Unlock сделаем, да. И мы можем настраивать наш вид. Как-то настроили. PageDown. Unlock. Все. Видите. У нас уже. Из этой камеры мы выходим. Дальше. С этим мы с вами разобрались. Давайте, наверное, еще сделаем линзу на 70. Down. Как-то пока мистак оставим. Угу. Угу. Так. Проверяем. Заблокируем. Давайте посмотрим разрешение. У меня здесь 4К стоит. Поставим. Поставим, наверное, 2К. 2К. Думаю, нам этого будет достаточно. Можно включить. Рендер. Рендер. Регион. Реджин. Реджин. Что бы у нас сзади ничего не рендералось лишнего. Так, теперь давайте сделаем нашу подложку более перпендикулярно камере. Как-то так, сделаем, дальше E, Z, дальше J, Y, Y, сделаем более плавным. Харпен. Так. Ага. Только у нас получается с вами не будет видно, мы можем сделать... Так. Можем этот нюанс, J, Y, хочу сместить. Дальше я хочу здесь... Ставим сразу Ctrl-B. Здесь мы Mark снимем. Да. Теперь... Шарпен. Дальше сюда мы тоже добавим лупу. Примерно смотрим, чтобы здесь было одинаковое расстояние. Равномерно примерно. Дальше сюда добавим. Чтоб у нас ячейки тоже были примерно квадратные. Думаю, достаточно будет. Так, выделю все, сделаю Subdivide. Наверное, еще раз Subdivide. Наверное, еще раз Subdivide. Дальше... Сделаю Select. Checker Deselect. И теперь сделаю Insert. Для блендера будет, наверное, тяжеловато это все. Угу. 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 Субтитры сделал Dima kasih. так и с x можем сделать экструд да 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 неплохо теперь теперь вот это все лишнее нам не надо поэтому я у меня подвисает блендер поэтому давайте наверное сделаем по-другому мы возьмем вертексы вертексы в режиме обычного мова у меня сейчас активировано еще бокс каттер сейчас я отменю отменятся у меня видите виснет так в режиме в обычном выбираем вертексы удаляем не забывайте либо варфрейм переходить чтобы все были выделены вертексы дальше здесь дальше и 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 здесь снизу смотрите у нас я сейчас отменю здесь мы сделаем ммм сертекс так а здесь наверное будет можно в принципе оставить здесь сейчас посмотрим примерно наверно так можно удалить ну да да даже многовато я взял вот так наверно вертекс да чтобы снизу у нас немножечко оставалось посмотрим да я думаю неплохо единственное можно чуть-чуть еще да Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Посмотрим, что у нас в сайкле. Сделаем небольшой контраст белого с черным. Многовато, наверное. Так, 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 так. Думаю, неплохо. Думаю, неплохо. Так, дальше по настройкам еще немного поработаем. Перейдем с вами в композитинг. Так, включим ноды. Для начала здесь мы в рендере отключим denoise. А в композитинге добавим ноду denoise. Идем сюда, здесь включаем эту функцию, чтобы у нас пины дополнительные появились. И подключаем их соответственно. С этим у нас здесь все. Так, еще немного посмотрим. Тайлинг проверим. Ну и все, наверное. Поставим сэмплы. Поставим 1024. Я думаю, нам хватит с головой. На 512 поставить. Поставим пока 1024. Возможно, чуть-чуть светлее сделаем. Что-то не очень сильный контраст был. Да, так вроде неплохо. Так, ну теперь мы можем для теста, так сказать, посмотреть. Мы можем 128 поставить сюда сэмплов и рендер, рендер имидж. Давайте посмотрим, что у нас предварительно получится. Да. Можно будет еще посмотреть. Сейчас посмотрим, попробуем пару HDRI других. И которые я оставлю, я тогда тоже дополнительным архивом сделаю. видео скину, будет ссылочки в описании. Можете, если что, взять эту HDRI-карту, если вам тоже понравится. И уже непосредственно у себя в рендере тоже применить. Я пока отменю. Посмотрим. Что у нас, какие есть HDRI-ки. Здесь дисплейчик, как видите, такой. Поставим по стандарту, наверное. Ну, здесь своеобразная подсветка идет. Давайте еще посмотрим, что есть. Это «темная». . Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Треться, нет, девяносто. Треться, десять. Здесь монитор у нас не сильно, давайте наверное оставлю девяносто, уже наверное семьдесят пять попробуем. Да, неплохо я так скажу. Давайте наверное оставим с такими настройками и я тогда сейчас прибавлю, я отменю рендер, прибавлю сэмплов и сделаю рендер, прибавлю сэмплы, буду делать итоговый рендер и потом уже дальше продолжим. Так, ну что, закончился наш рендер, теперь давайте сохраним наш результат. Сохраню, сделаю наверное тиф, так как он более лучше, результат сохраняет. Сохраняем и теперь смотрите, еще я хочу сделать без нашей подложки. я сейчас отключу наш плейн и сделаю новый рендер уже без подложки. Так, тоже завершился наш рендер, давайте тоже его сохраним. как PNG. Так, ну с этим мы вроде с вами закончили. я сохранюсь и давайте тогда уже поработаем с вами в фотошопе. Так, ну что, я закинул фотошоп в наш основной рендер. я не буду наверно вымудрять здесь что-то суперское. Я хочу для начала сделать копию. Дальше добавим наверно камера RAW фильтр. здесь я добавлю немного экспозиции, контраст поменьше сделаю, тени посветлее, чтобы вот не сильно черные были и и сами непосредственно черные места сделать посветлее. Еще в эффектах текстуру немного добавлю, четкости и меньше дымки и зерна примерно. Так, в детализации тоже совсем совсем немного. и уменьшение шума. Что еще? Насыщенности наверно нет. Нет, здесь этого нам не надо. И еще я, наверное, накину поиск цвета. Посмотрим, что у нас есть, какие варианты, но это перебор. Оставлю, наверное, первый и просто сделаю прозрачность меньше. Чтобы задник у нас не очень выделялся. Вот, ну, я думаю, для первой работы для портфолио этого вполне достаточно. для, как бы, для первого такого небольшого курса для новичка. Поэтому дальше уже, если у вас какие-то есть моменты, вы можете сами их подвести в фотошопе, сделать любые слои, кривые, цветокоррекцию, еще что-то, яркость. Да, к примеру, в принципе, яркость можно, контраст немножко убрать, а яркость... Яркости добавить и контраста. Контраст не нужен. То есть здесь уже на свое усмотрение как-то еще дополнить, сделать, сделать водяные знаки. все уже для вашей фантазии. Поэтому этот курс, я думаю, буду заканчивать на этом. Вполне хорошая первая работа для новичка, если вы только-только вступаете на этот путь. Поэтому буду рад вашим комментариям, буду рад везде вашим работам посмотреть. Публикуйте в комментариях, пишите в соцсетях, скидывайте свои работы, мне будет интересно посмотреть. Поэтому спасибо вам, что были на протяжении этого курса со мной. Ну и могу пожелать только классных, эпичных 3D работ в ваше портфолио. Ну а я подумаю, думаю, скоро начну записывать еще новое видео, новый курс. Уже моделькам, возможно, будет посложнее. Сейчас прощаюсь с вами. Рад был видеть вас на этом курсе. Не стесняйтесь, пишите комментарии. И удачи! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok